Тебя снежинка убила. Снежинка большая. Ну, да, потому что, я не знаю, там не было нормального теста, чтобы её протестировать, а самому рисовать вот это всё дерево мне было лень. Погоди, я же нарисовал тебе дерево. Ну, на твоём дереве всё работало, понимаешь? А там начинались траблы уже, когда дерево разрасталось до огромных размеров. То есть на этом дереве всё работало? Ну, да, я протестил вообще всё. Кстати, Сармат, а ты дерево вот это перерисовал в нормальном виде, как подвешенное дерево, нет? Да нет, зачем? Я так здесь чекал. Просто учитывая, ну, там, короче, задача для меня кега была, потому что, ну, вот этот BFS, если ты просто... Ну, короче, как бы это сказать... В общем, на самом деле, вот, ну, я использовал просто тот факт, что это как-то называется нумерация кучи, да? То есть это, короче, в полном nr-ном дереве получить номер ребёнка и того, да? Это надо взять номер родителей, умножить его на количество детей, то есть на 6 в каждом случае, и прибавить, ну, плюс-минус, да, и прибавить там 1, либо 2, либо 3, либо так далее, 6. А получить номер родителей, это, ну, плюс-минус там с точностью до прибавления единицы, это вычесть, это поделить на 6, и всё. И поэтому там можно просто путь до корня посчитать, и всё, и там пересечь, ну, и LCA найти, короче. Не, ну, вообще тут, типа, первое, что я заметил, это, ну, я, типа, я умел для каждой вершины находить всех её детей. Это мы, ну, типа, просто берём, вот, допустим, для шестёрки, чтобы узнать её детей, мы просто возьмём для пятёрки, ну, то есть сделаем, типа, 5 на 6 плюс 2, как раз получим это, то есть от 32, и дальше просто сделаем 6 на 6 плюс 1, и, соответственно, вот от 32 до 37 мы найдём всех её детей. Ну, так. Да, ну, дальше я начал думать, типа, окей, значит, чтобы узнать номер родителя для вершины, мы можем поделить её на 6, но это, кстати, не всегда работает. Это всегда работает, только тебе надо минус 1 поделить на 6, что-то такое. Ну, смотри, я просто, это, все номера привёл к виду, начиная ещё именно с нуля, да, если ты, ну, скажешь, что у тебя нумерация вершин не соединится, а с нуля, то, чтобы взять родителя, надо вычесть 1 и поделить на 6. Можешь проверить, это всегда работает. Так, ну, давайте я основную идею скажу. Значит, в нулевой индексации, в андексации какая разница? Сармат заметил это? Ну, пока там 6, 6 на у, 6 на у. Так, погоди, ты сказал, для шестёрки кто у тебя ребёнок? Ну, для шестёрки... Шестёрки это 6 умножить на 5 плюс 2. Ну, 6 на 5 плюс 2 и 6 на 6 плюс 1, то есть вот на вот этом вот... 6 на 6 плюс 1, окей. Да, вот на вот этом вот отрезке у нас все дети. И потом ты должен думать, вот, знаем мы какого-то ребёнка, как получить нам обратно 6? Типа, как получить нам эту 6? Ну, понятно, что якобы можно поделить на 6, но допустим, вот, в случае с шестёркой, да, у неё ведь есть ребёнок 37, если мы 37 поделим на 6, мы как бы не попадём в 6. Ну, так ты единицу вычти сначала. Ну, давай посмотрим. Ну, да, я об этого не додумался, типа. Ну, так смотри, ты просто помни, во всех таких нумерациях, типа, они же у деревьев отрезков используются, и там, типа, есть случай, то есть тебе говорят в дереве отрезков, что если у тебя корень это 1, то надо делать 2v и 2v плюс 1. А если у тебя корень имеет номер 0, то это 2v плюс 1 и 2v плюс 2. Просто помни, надо, что в таких нумерациях, ну, там, с точностью до плюс-минус 1 надо делить, и получится дети. Нет, вот, тут, короче, такой момент, что я, типа, я, ну, если я не делилась на 6, я, ну, как бы делил на 6, добавлял единицу, вот, а затем я проверял, что, ну, то есть могла быть ситуация, что вот это плюс 1 мне всё испортило, и тогда я делал честную проверку, то есть я брал вот проверку 6 на 5 плюс 2 и смотрел, если мой чел меньше, то есть он левее, значит, я этот, ну, плюс 1 не делал. И, по идее, это должно было работать так же, как вот этот ваш минус 1. Ну, то есть, вот, допустим, вот ту же самую 37 возьмём, типа, я бы сделал 37 поделить на 6, округлил её вверх, получил бы семёрку, но затем бы я проверил, то есть я бы сделал 6 на 6 плюс 1, я бы получил, сколько, я бы получил 37, и получается, что оно лежит в шестёрке, а я сказал, что он в семёрке, значит, я бы сделал минус 1 и попал бы в шестёрку. Ну, смотри, как я делал, вот ты правильный максимум нашёл, дальше этого максимума они подряд пронумерованы, 6 на у плюс 1, 6 на у, 6 на у минус 1, 6 на у минус 2, 6 на у минус 3, ну, просто мы от этого максимума вычитаем всё время единицу, 6 на у минус 4, окей. Теперь задача, зная это, как получить у? Ну, вот что можно сделать, то есть, допустим, мы знаем эту, вот эту вот штуку. Давай сделаем следующее, давай прибавим 4, то есть, в плюс 4, тогда у нас все вот эти минусы уйдут, тут останется плюс 0, тут останется плюс 1, плюс 2, плюс 3 и так далее, а здесь останется плюс 5, 6 на у плюс 5. И теперь мы поделим нацело, то есть, целую часть возьмём у отделения на 6. Вот, и так мы найдём у. Вот такая вот формула. Подожди, а почему, я не понял, ты к максимуму, ты берёшь максимум или ты берёшь, наоборот, минимум? Ты же минимум берёшь, так? Подожди, вот, ты сказал максимальный сын такой. Да, 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 и ты, ну ты же минимум выберёшь, правильно? Ты к минимуму добавляешь 4 и делишь на 6. Нет, я беру любого, любого, то есть, кого ты не взял, мы можем к нему прибавить 4 и поделить на 6. Ну вот, сделал я 37 плюс 4 и поделю на 6, у меня же получится семёрка. 37 плюс 4, 37 плюс 4, поделить на 6. А, не просили, мы не округляем. Ну, мы целочислено делим на целочислено. А-а-а-а. Нам нужно избавиться от остатка, избавиться от остатка, это деление нам, нам нужна целая часть. То есть, когда ты прибавишь 4, у тебя получится 6 на у, 6 на у плюс 1 и так далее, получится в конце 6 на у плюс 5. Теперь ты должен от остатка избавиться и взять целую часть, то есть у. От остатка избавляешься как? Ну, делением целая часть получается. Вот этот вот номер, в, поделить на 6 с округлением вниз. Ну да, я кажется, понял. Ну и тогда, и вообще, если мы так можем делать, тогда можно просто в тупую брать логарифм, ну типа логарифм от шестёрки, там в плюсах он вроде есть. Зачем тебе логарифм от шестёрки? Ну, можно делить, можно делить. Ну, короче, я понял. Путь от вершины... Логарифм от шестёрки тебе только глубину даст. Ну так, блин, нет, ну так можно же делать так. Ну, то есть, короче, я делил оба... Короче, я брал максимальное число. Ну, типа, я смотрел, если у меньше в, я свапал, и я у делил на 6. Ну, потом смотрел, если у равно в, я брейкался, иначе, как бы, я просто продолжал это делать. И фактически, как бы, я вот каждую... Я для каждой вершины искал путь до корня. А потом просто сумма этих путей. Ну, это разве не работает? Это работает, если ты вовремя брейкса делаешь. Я искал так. Типа, найдём путь из В в единицу, получится вектор вершин. Найдём путь из У в единицу, получится вектор. Удалим из этих путей общую часть, и в ответ пойдут суммы остатков. Ну, я вот для обоих вершин пытался найти путь до корня и посчитать. Ну, я сейчас попробую, чего сказал Толя, типа, вершину на 1 уменьшать. Я вроде понял, почему это работает. Ну, смотри, можешь мой код открыть на секунду? По идее, по идее, вот это должно сработать. Сейчас, я уже закодил. Не, ну смотри, я просто, типа, посмотрел, что, ну вот, чтобы всё корректно было, я заметил, что вот у меня там минус, минус У, минус, минус В. Вот если у тебя корень с нуля начинается, то тогда однозначно там родитель определяется так, типа, вершина минус 1 поделить на 6. Всё, то есть там никаких проблем нет, и всё. А дальше, ну, дальше я просто как Дима сказал, просто нашёл LCA, и там, и, ну, и понятно. А, изначально мы зачем делали? А, минус, подожди, там, два раза надо делать минус-минус? Ну, типа, ты при чтении... Ну, я заметил, что так работает, и всё. Ну, я просто на листочке посмотрел, типа, там, для всех вершин родитель находится в ноль индексации таким способом, значит, вот так и будет. Ну, на самом деле, минус 1 поделить на 6, это у нас какого-то. Прекольно, у меня теперь трейнулось вообще. Просто шедевраль. Бесконечный цикл, значит. Ну, да, у меня как бы wild true, ну, как бы я-то брейк-вэс. Так, ну, если вы разобрались с цешкой, давайте E пойдём.